Здравствуйте! Недавно группа депутатов Архангельского областного собрания, представляющая оппозиционные фракции, вышла с инициативой, наделавшей уже немало шума. Мы с коллегами предложили вести так называемый ценз оседлости для членов регионального правительства. Что это значит? Ну давайте по порядку. В состав правительства Архангельской области входят заместители губернатора, председатель правительства, его заместители и министры. Всего 19 человек. Кандидатуры некоторых из них, а именно заместители губернатора и руководителя финансового органа Архангельской области, согласовываются с депутатами областного собрания. Остальные же наделяются властными полномочиями решением губернатора. Вроде бы все нормально и понятно. Но нас с коллегами смутило одно обстоятельство. Семеро из девятнадцати оказались не местными, то есть не коренными жителями Поморья, а приезжими. Кстати, согласно действующему законодательству, для назначения членом правительства Архангельской области необходимо соблюсти три условия. Иметь российское гражданство, иметь высшее образование и быть старше 30 лет. Все. Официально этого будет достаточно. При этом, чтобы стать, например, начальником отдела в том же правительстве, нужно помимо гражданства и высшего образования иметь и немалый стаж государственной гражданской службы или опыт работы по специальности. Чувствуете разницу? Но нас все же больше смутило даже не это. Смутило, повторюсь, обилие приезжих кадров. Неужели у нас нет своих? Неужели во всей огромной Архангельской области не нашлось грамотных и квалифицированных специалистов, которые здесь живут, знают специфику региона и, что очень важно, связывают свое будущее именно с нашей Архангельской областью? И вот, обсудив сложившуюся ситуацию, мы с коллегами, депутатами оппозиционных фракций, вышли с инициативой ввести так называемый ценз оседлости для членов регионального правительства. Что это значит? По сути, мы предложили ввести дополнительные требования членам правительства прожить на территории Архангельской области не менее пяти лет. Тогда и специфику региона можно успеть узнать, понять менталитет жителей, да и приобрести необходимые для работы знакомства. Но самое главное, нужно формировать свою систему работы с кадрами, а не искать их на стороне. Кадровый резерв, скамейка запасных или кадровая элита назвать можно как угодно – главный результат. А у нас здесь, к сожалению, серьезные проблемы. Не просто же так больше трети членов правительства оказались не местными. Да и опыт прошлого показал нам, что приезжие высокие чиновники, к сожалению, оказались не просто временщиками. За ними потянулся и ряд громких скандалов. Предложенный нами законопред, конечно, уже получил свою долю критики. И немалую. Начиная с якобы отсутствия актуальности и заканчивая противоречием Конституции Российской Федерации. Сегодня даже появилось опасение, что его могут просто не допустить до сессии. Но выступая с такой инициативой, мы с коллегами четко отдавали себе отчет в ее содержании, актуальности и необходимости. Более того, у нас появились мысли и по расширению критериев квалификационных требований членам правительства, а также идеи по дополнительному согласованию кандидатур с депутатским корпусом. И это все тоже возникло не на пустом месте. Причем неправильным будет воспринимать наши инициативы как резкое или негативное вмешательство работы исполнительной власти. Напротив, мы говорим о разделении ответственности и острой необходимости формирования кадрового резерва. Думаю, вы согласитесь, что времени на раскачку или эксперименты состава правительства у нас нет. А на таких ответственных постах должны работать исключительно квалифицированные и желательно местные кадры. Ведь чтобы работать с максимальной отдачей, нужно не только любить свою родную землю, но и иметь желание остаться жить здесь и после окончания полномочий. Тогда и дело будет ладиться, и работа пойдет на долгую перспективу. Рассмотрение закона проекта намечено на ближайшую сессию областного собрания. А о том, как это было, вы обязательно узнаете из эфира Архангельского телевидения, телеканала АПС или на портале правдосевер.ру. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч!